Неотъемлемая часть приморья – аквакультура. Любителей моллюсков, членистоногих и других подводных обитателей в краях хватает. Но морская еда остается для большей части местных летним деликатесом. Морскому бизнесу мешает многое – погодные явления, браконьерство, но главная преграда – это государственная система. Пройти государственную экологическую экспертизу требует больших затрат. Частные экспертные компании разрабатывают проектную документацию со всеми показателями воды и грунта. Работа эта дорогая. Стоимость экспертизы в данный момент составляет от 3 до 5 миллионов рублей на один участок, что является очень тяжелым временем для хозяйств, аквакультуры. Во-первых, нужно закупать садки и оборудование, которое, естественно, мы просто не закупим. Это один участок. У нас есть предприятие, которым мы выставили счет за прохождение экспертизы по 50 миллионов. В настоящее время на Дальнем Востоке продукция морекультуры выращивается на 330 рыбоводных участках. Из них порядка 300 участков расположены в Приморском крае. В Приморье выращиванием гидробионтов занимаются более 100 предприятий. Таким образом, на морефермеров сложится дополнительная нагрузка в размере от полумиллиарда до полутора миллиардов рублей. Мы, аквакультурщики, купили на аукционе участок под занятием морекультурой. Прошло два года, и нас ставят в такие условия, что мы должны доказать, что мы имеем право заниматься морекультурой на данной территории. То есть, вообще какой-то анонсус получается. Негодование многих морекультурщиков вызывает и тот факт, что пройти государственную экологическую экспертизу не всегда можно здесь, в Приморском крае. По регламенту местное отделение Росприроднадзора направляет документы в Москву, и уже там решается, кто займется компанией. Так зачастую приморские морские фермеры проходят экспертизу через Черноморо-Азовское отделение Росприроднадзора. В соответствии с распоряжением руководителя Росприроднадзора, все предприятия морекультуры с 2020 года должны получать положительное заключение государственной экологической экспертизы исключительно в Черноморо-Азовском территориальном управлении Росприроднадзора. И, безусловно, есть большие сомнения в их компетентности, поскольку эксперты, сотрудники данного управления здесь, в Дальневосточном регионе, замечены не были. Процедура сложна и непонятна. Ситуация обостряется еще и тем, что собранный пакет документов могут просто не принять. Ответив на вопросы экспертов, мы не получаем никакой обратной связи, устроили ли вопросы эти экспертов, есть ли какие-то дополнительные вопросы, есть ли какие-то дополнительные замечания, может быть, что-то непонятно по документации. И, по сути, дальше, в течение определенного срока, мы просто ждем ответ положительное, либо отрицательное заключение экспертов. То есть, устроило ли экспертов, либо нет, мы узнаем в самом конце срока. В случае, если морокультурное предприятие не пройдет государственную экологическую экспертизу, оно должно прекратить свою деятельность по воспроизводству гидробионтов. Участки, которые были приобретены предпринимателями в право пользования, рискуют быть утерянными. К настоящему времени только три приморских предприятия смогли пройти процедуру. При отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы, на местах не будет рабочих мест, не будет развития предприятия. Предприятие вынуждено будет закрыться. Многие вынуждены отказываться и закрывать свой бизнес. Где взять такие деньги на экспертизу, а потом еще и на развитие предприятия? Сегодня в Приморье находится некоторое количество предприятий морекультуры, и логично было бы их развивать. Для этого нужно снижать бремя административных барьеров. Поэтому хотелось бы, чтобы это было на самом деле для развития бизнеса, и тогда будет, наверное, у нас в Приморье все хорошо. Примечательно, что морекультура, которая служит целем восполнения природных запасов водных биоресурсов и защищает подводную флору и фауну от агрессивного антропогенного воздействия, рассматривается как объект потенциального негативного воздействия на окружающую среду. И поэтому вынуждена проходить экспертизу наряду с такими потенциально вредными и опасными производствами, как нефтегазохимическая и добыча полезных ископаемых. Это выходит за рамки разумного, тем более, что никаких разумных методов экологической экспертизы морских хозяйств, особенно дальневосточных, до сих пор не придумано. И нигде в мире это не проводится, эта практика. Более того, пресноводные хозяйства акулокультуры тоже не проводят никакого. И как найти грань между пресноводной и морской, и чем она радикально отличается, никто не объяснил. Пока ясно одно, чтобы приморский бизнес развивался, административные барьеры должны быть снижены. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.